Я немного вернусь от таких красочно-эмоционально окрашенных лекций Немножечко на более научную, может быть, мне кажется, не менее интересную среду И расскажу про почечное повреждение Вот мы здесь в течение наших двух дней слушали про инсульты, слушали про сосуды, слушали про иммунную систему И теперь я расскажу про почки Многим кажется, что, может быть, куда менее важный орган, но на самом деле это не так И расскажу с методической точки зрения об изучении почечных патологий Прежде всего, поскольку у нас в первую очередь школа Ну и о современных достижениях в этой области Что мы знаем про почечные патологии, про механизмы их развития И как мы можем попытаться их лечить Ну, кратко, поскольку все обычно начинают с значимости собственных исследований для медицины и для биологии Скажу, что острое почечное повреждение, несмотря на то, что у нас почки две И, казалось бы, если не одна, так другая возьмет функцию Оно, тем не менее, клинически очень значимая патология, значимое заболевание Ему подвержено острому почечному повреждению ОПП Подвержено более 20% всех госпитализированных людей По разным причинам оно возникает А в палатах интенсивной терапии более 30% То есть, на самом деле, это очень часто встречающаяся патология Ну и вот в силу неких таких обывательских представлений о парности органа И о том, что непосредственно в момент, как от инсульта или инфаркта Обычно от почечной недостаточности не умирают Ей уделяется, по крайней мере, в умах повседневной жизни, в умах обывателей меньше внимания Тем не менее, она очень важна Она сопровождается, почечная недостаточность сопровождается высокой смертностью И поэтому нам нужно понимать, чем она в итоге вызывается Ну вот здесь приведены факторы, которые осложняют течение почечной недостаточности Больше 90% это пожилые люди И самое главное, что до сих пор, вот этот второй пункт, я про него всегда говорю Что на самом деле, если про инсульт нам рассказывали, что мало, нет препаратов за последние 40 лет Которые бы вышли в клинику именно как нейропротектор Но тем не менее, способы лечения инсульта, как минимум, по растворению тромба, они есть Патогенетическая терапия остропочечного повреждения, она отсутствует полностью Ну а при неблагоприятном течении и недостаточном лечении Остропочечного повреждения развивается хроническая почечная недостаточность Которая уже, в общем-то, смертельная болезнь Здесь приведены основные причины остропочечной недостаточности В первую очередь, это ишемическая болезнь, то есть ишемия почки То есть нарушение кровоснабжения, нарушение снабжения кислородом и питательными веществами Перечислено в результате чего она развивается, тромбозы, как и для любой ишемии Но и также еще мочекаменная, например, болезнь, когда камень сдавливает сосуды в почки И таким образом часть или большую часть почки лишает кровоснабжения или делает его очень недостаточным Ну и все, что связано с нарушением системного кровотока, когда почка перестает снабжаться То есть или нарушение в целом системного кровотока, или нарушение, связанное с принудительным отключением Например, при трансплантации, безусловно, но и при множестве других хирургических вмешательств Необходимо отключать почку, и поэтому она вынужденно переходит в состояние ишемии Ну и, как я сказал, основное, что сейчас какая основная проблема существует Это то, что целенаправленно нефропротекторных стратегий их, в общем-то, нет Все, что сейчас могут, оно не бесполезно, оно, безусловно, играет роль, людей лечит Но это, скорее, симптоматическое лечение, потому что это снижение Это в общем виде облегчение почки ее работы Ее основная работа – это выведение метаболических продуктов По-народному шлаков Вот все, что облегчает почке эту функцию и является на сегодняшний день основным методом лечения То есть это уменьшение поступления электролитов, азота, белка, нормализация водно-солевого обмена То есть достаточное количество воды, чтобы почка достаточная, но не избыточная Чтобы почка, так сказать, не работала как насос в сухую Это, собственно, замещение функции почки в результате гемодиализа и различных других диализных технологий Ну и, собственно, трансплантация почки, если ничего из этого не помогает И человек продолжает находиться в состоянии почечной недостаточности А, собственно, лечение самой почки, чтобы сделать ее более функциональной А не заместить ее сниженную функцию, оно отсутствует И поэтому очень важно нам изучать Мы уже долгое время и в нашей лаборатории это изучаем И в мире тоже это активно изучают И вот в данной лекции я постараюсь доказать, что очень многие причины почечной недостаточности Они связаны с, уже также упоминавшимися здесь неоднократно, митохондриями и их дисфункцией Ну, вкратце, в общем-то, для почки все выглядит примерно так же, как, скажем, для того же нейрона Когда повреждающий фактор воздействует в том числе на митохондрию Митохондрия начинает вырабатывать большое количество активных форм кислорода, например Митохондрия регулирует развитие клеточной гибели и множество других путей И вся моя лекция будет посвящена тому, что я постараюсь вам показать, что она является агрегатором таких сигнальных путей Которые в итоге определяют выживание или гибель почечной клетки Ну, я буду говорить прежде всего про функциональную почечную клетку То есть клетку почечного эпителия, находящегося в канальце Который и осуществляет реализацию одной из основных почечных функций И, ну, вот, собственно, здесь перечислено, и здесь уже неоднократно тоже упоминалось Что в митохондриях происходит во время повреждения Это не только падение продукции АТФ То есть снижение, собственно, энергопродуцирующей функции Но это также и продукция АФК, которая повреждает все вокруг И саму митохондрию, и все клеточные структуры Ну, и, собственно, развитие процессов, которые приводят к апоптозу В частности, развитие так называемой митохондриальной неспитистической проницаемости Ну, и в итоге это ведет к воспалению, к повреждению биологических молекул клетки И, конечно, в итоге ее гибели Естественно, что клетка старается от этого защититься У нее есть ряд систем, которые стараются поддерживать и функционирование митохондрии В неких пределах, являющихся физиологичными И эти системы действуют на разных стадиях Вот, собственно, того процесса патологического, связанного с митохондриями О котором я говорил Здесь представлена часть из них Это и регуляция функции белков То есть шоперонная функция, регуляция ДНК И всем понятная антиоксидантная защита Которая здесь тоже уже неоднократно упоминалась Которая тоже глубоко эшелонирована И на разных этапах пытается предотвратить Или уменьшить Или уменьшить уже развившийся окислительный стресс Ну и ряд систем, которые начинают действовать, когда все это не сработало И вот надо митохондрию, которая все-таки повреждена И клетка понимает, что повреждена необратимо И ее надо тогда уничтожить Чтобы она хотя бы перестала наносить тот вред клетке В которой она находится Раз уж она не может выполнять свою физиологическую функцию Ну и, собственно, вот все это мы и другие исследователи изучаем Ну и поскольку все-таки у нас прежде всего школа То я думаю, что будет важно именно показать Что это можно и нужно изучать на разных уровнях развития живого Начиная, собственно, от самой митохондрии Если мы пытаемся какие-то подходы проанализировать На выделенных, изолированных митохондриях На клеточных культурах Причем желательно, чтобы это были Ну, опять же, как уже говорилось Идеальных моделей нет Есть некое приближение к идеалу Приближение к тому, что есть инвиво И вот там мы начинаем от клеточных линий С которыми просто работать Но которые довольно далеки от клеток организма Идем к первичным клеткам С которыми работать значительно сложнее Но, тем не менее, они лучше отражают Те системы, те функции, что есть в почечных клетках В животном Переходим на такие органоидные Трехмерные какие-то системы Например, переживающие срезы почки Экспланты почечные Которые уже еще больше приближены К интактному органу Ну и, собственно, то, про что тоже уже говорилось Дойти в экспериментах до приматов Или тем более людей было бы идеально Но невозможно Поэтому останавливаемся на животных На которых моделируем почечную недостаточность И пытаемся их вылечить Ну, здесь, собственно, то, что я перечислил На чем мы можем работать Соответственно, моделирование острого почечного повреждения Как я уже сказал, поскольку основной причиной является ишемия Это моделирование ишемии почки Может производиться и в культуре, и на животном Опять же, уже упоминавшаяся кислородно-глюкозная депривация на клетках Ишемия, тоже уже упоминавшаяся на почке Когда мы пережимаем каким-то образом Ну, поскольку почка чуть менее сложно организована, чем мозг То здесь не обязательно столь сложные манипуляции производить Как введение филамента Или вскрытие черепной коробки и так далее Здесь можно просто у почки, к счастью, есть один магистральный подводящий сосуд У почечной артерии его можно пережать И таким образом реализовать полную почечную ишемию Ну, а дальше, собственно, методы, которые можно к этому применять И которые тоже в разной степени приближения отражают то, что есть в живом организме И сейчас я на них, на всех постараюсь в той или иной степени остановиться Ну, собственно, то, о чем я уже начал говорить Как моделируется почечная ишемия Это пережатие, ну, естественно, это хирургическая операция Это связанная с лопаротомией, полное вскрытие брюшной полости Нахождение почечного сосуда и его пережатие Пережимается он специальной сосудистой клипсой Можно контролировать это с помощью ультразвукового, там, ну, или лазерного доплеровского прибора Который показывает, что вот по почечному сосуду или внутри, в сосудах, крупных сосудах внутри почки Которые уже, на которой разветвляется почечная артерия, кровоток Вот пульсы кровотоком, сердечные сокращения, они видны на доплере Когда мы пережали, то все, полностью кровоток прекратился Нету пульсов Когда мы реализовали, индуцировали реперфузию То вот через некоторое время кровоток потихонечку восстанавливается Вы видите, что в первые минуты он далеко не такой активный Несмотря на то, что мы полностью сняли вот эту клипсу Ну, собственно, это один из предметов изучения того, что там происходит Ну и, собственно, опять же, поскольку, прежде всего, нас интересуют методические подходы моделирования на клетках Это кислородно-глюкозная депривация То есть замена клеточной среды, в которой они растут, на безглюкозную и желательно без других питательных веществ Аминокислоты, жиры и так далее То есть, по сути, это солевой раствор, чтобы клетка не смогла переключиться на какие-то альтернативные, кроме глюкозы, субстраты Ну и, собственно, продувка или помещение клеток в атмосферу бескислородную или с пониженным содержанием кислорода Если нам нужна гипоксия, а не полная аноксия Ну и дальнейшие различные способы наблюдения В частности, ну в культуре это, конечно же, прежде всего, наблюдение макропризнак фенотипический Это гибель клеток или снижение их пролиферации Есть ряд современных методов, которые регистрируют пролиферацию Это клеточный индекс, то, как они, клетки делятся Вот они растут, растут, растут в культуре Потом мы им дали гипоксию, они начинают погибать И когда мы вернули им нормальные условия существования Нормальный кислород, нормальную глюкозу Они потихонечку начинают восстанавливаться За всем этим мы можем наблюдать И, соответственно, эти подходы используются для того, чтобы проанализировать С одной стороны, что с клетками и их митохондрами Поскольку мы поставили задачу изучать именно их Происходит при ишемии А с другой стороны, как можно вернуть клетки в нормальное состояние Или, как минимум, уменьшить повреждающее воздействие и ишемии С помощью каких-либо терапевтических, потенциально терапевтических подходов Ну, как я уже упоминал, клеточные культуры – это хорошо Но это далеко от непосредственно почки Как минимум, потому что обычная культура – это двумерная культура Нам нужно трехмерное состояние, как оно есть в почке На подходах, связанных с трехмерным культивиром, я сейчас не буду останавливаться Поскольку это тоже промежуточный шаг Потому что, чтобы создать матрикс, тоже нужно понимать, как это организовано в почке Значительно легче просто взять эксплан почечный То есть, например, получить почечный срез Достаточно тонкий, чтобы его можно было изучать с помощью микроскопии, например Но при этом сохраняющий архитектуру почки Где клетки понимают, в какую структуру они организованы Они просто сидят на подложке Что совершенно для них ненормально по отношению к организму Ну а дальше мы можем реализовывать на таких срезах почти весь арсенал методов клеточной биологии Прежде всего, это микроскопия с различными зондами, флуоресцентными, генетически кодируемыми и так далее Все, что можно сделать И, соответственно, аппликация к этим срезам каких-то лекарственных или, наоборот, ингибиторных веществ Вот, и, ну вот, собственно, что мы долгое время изучали, что мы получили Действительно, при ишемии почечной ткани происходит значительное повреждение митохондрии Происходит дисфункция митохондрии Здесь как раз представлены почечные срезы, которые там показаны И изучены с помощью конфокальной микроскопии Вот это почечный срез, здесь можно, окрашенный митохондриальным зондом Чем больше флуоресценция этого зонда, тем, ну, в самом простом приближении Тем выше митохондриальный потенциал, тем лучше митохондрия Это очень сильное упрощение, но, тем не менее, чтобы понимать принципы анализа вот этих всех вещей Я буду говорить именно так Здесь можно видеть вот отдельные такие, это очень небольшое увеличение А отдельные такие бублики, это как раз срезанные поперек почечные канальцы Это не клетки, то есть каждый канализ еще состоит там из десятка клеток Которые мы на таком увеличении не можем различить Кое-где видны почечные клубочки То есть это полностью сохраненная почечная структура, на которой вот мы можем изучать И мы видим, что если мы возьмем почечные средства из контрольного животного То вот мы видим такое распределение флуоресцентного зонда, говорящего о какой-то митохондриальной функции Если мы возьмем срез из почки после ишемии, то видим, что он практически весь черный То есть в большинстве канальцев почечных митохондрии не работают Не накапливают митохондриальный потенциал И, соответственно, не накапливают вот этот краситель Флуоресценция упала Это, конечно, все замечательно Но, опять же, нам нужно стремиться к тому, чтобы посмотреть, как это происходит все-таки в животном Потому что понятно, что срез – это, как бы мы ни старались, поврежденная структура Он имеет, как минимум, две поверхности, на которых мы лезвием, чем мы резали, клетки разрушили Поэтому нам бы желательно постараться все то же самое с помощью микроскопии увидеть прямо непосредственно в животном Этот подход значительно более сложный, но он существует Он реализован более сложный и, к сожалению, значительно более дорогой Но, тем не менее, он есть, это называется мультифотонная микроскопия Она может применяться именно интровитально Опять же, по-моему, Семьянов, если я не ошибаюсь Показывал примерно то же самое на мозге, когда делается окошечко Примерно то же самое можно делать на почке И принцип здесь основан на том, что возбуждение красителя можно делать разными способами И если мы хотим увидеть флуоресценцию, например, таких метаболитов, как надаж Нам нужно или возбудить его одним фотоном высокой мощности, с длиной волны 360 нанометров Но можно это сделать двумя фотонами более низкой мощности, с длиной волны 720 Или тремя фотонами с еще более длинноволновыми, более красными Прелесть вот этих фотонов с большей длиной волны, во-первых, в том, что они глубже проникают в ткань И, соответственно, мы можем глубже заглянуть в эту самую почку А не смотреть только поверхностный слой, который в интактной почке, естественно, будет, вообще говоря, не почечными структурами А во-вторых, в том, что за счет того, что они менее энергетические, они меньше и повреждают всю эту ткань Иначе мы будем просто лазером вот таким, мы будем просто выжигать Все метаболиты, которые поглощают вот эту длину волны Они будут так возбуждаться, что сами будут вызывать тот самый окислительный стресс, который мы собираемся изучать Ну и вот, собственно, я вам показывал наши эксперименты по окрашиванию метахондрий на срезах с помощью ТМРЕ Здесь примерно такой же метахондриальный зон, чуть-чуть другой эфир, но, в общем, суть от этого не меняется Но уже покрашены непосредственно в животном И мы видим примерно те же самые структуры, те же самые почечные канальцы Разрешение, как видите, тут не сильно лучше, чем у нас Но там я просто показывал более панорамный снимок Здесь большее увеличение Такие снимки тоже можно получить на срезе Самое главное, что они повторяют то, что показано на срезе То есть, в общем, мы ничего, никаких артефактов на срезах не приобрели И в живом животном мы видим примерно то же самое Некая флюоресценция клеток канальцев в контрольном животном Это уже мультифотонная микроскопия, то есть, возбуждается в более длинноволновой области этот краситель Падение изменения флюоресценции этого красителя, то есть, дисфункция метахондрий в ишемии Ну и дальше можно изучать, вот здесь проведена работа, где люди изучали, что происходит там после ишемии Видите, здесь часть канальцев потеряла метахондриальный потенциал, часть его сохранила Дальше мы смотрим, что происходит в реперфузии Там вот здесь видно при обсчете, что началось восстановление метахондриального потенциала То есть, действительно, и этим методом можно показать, что метахондрии теряют потенциал, теряют свою функцию Ну и вот, поскольку в мультифотонной микроскопии мы можем изучать такие метаболиты, как НАДАШ То и это тоже было показано, это другой показатель функционирования метахондрии Метахондрии тоже вы здесь уже неоднократно слышали и на нашей школе, безусловно, слышали и раньше в курсах биохимии и биоэнергетики О том, для чего служит НАДАШ Но самое главное, что его количество может меняться при дисфункции метахондрий И вот по его флюоресценции можно определять количество восстановленного и окисленного НАДАШа И мы тоже видим по флюоресценции драматические изменения в ишемии Изменения количества восстановленного НАДАШ резко Здесь просто большее увеличение Здесь спектры приведены, почему так происходит Не будем на этом останавливаться Но помимо того, что происходит падение метахондриального потенциала Происходит и изменение структуры метахондрии Здесь вот, опять же, это уже тоже наши данные на срезах почки Вот видите, каналец отдельный, как я там и показывал Как и в интровитальной микроскопии Все, в общем, то же самое Даже почти можно различить отдельные метахондрии И как они резко превращаются в множество фрагментов после ишемии То есть теряют свою структуру Теряют свою структуру Опять же, вот этот вечный баланс между тем, как мы можем применить более качественные методические подходы Но при этом возможно получить какие-то артефакты Это первичная культура клеток почки Здесь мы значительно лучше видим эту самую структуру Видим прямо нитевидные метахондрии Видим, как они дробятся на многочисленные фрагменты после ишемии Но понимаем, что это не совсем то, что происходит в органе И именно на этом балансе, на компромиссе И на доказательстве на нескольких уровнях живого И строится сейчас в большинстве экспериментальных медико-биологических работ Все исследование То есть вы смотрите на выделенных метахондриях Или как здесь на культивированных клетках Некое явление Потом обнаруживаете его, пытаетесь его лечить А потом пытаетесь доказать, что в животном Ну и предположительно в человеке все происходит примерно так же Ну вот, собственно, падение метахондриального потенциала мы уже упомянули Нарушение структуры метахондрии и их фрагментации мы упомянули Теперь, собственно, пресловутое повышение продукции активных форм кислорода Окислительный стресс также проанализировано с помощью флуоресцентных зондов Зонд, который реагирует на перекись Здесь его практически свечения нет, перекиси нет После ишемии многократное увеличение флуоресценции Говорящее о выраженном окислительном стрессе Тоже переживающий почечный срез Опять же, то же самое происходящее на клетках почки в культуре Тоже мы видим, что значительное повышение флуоресценции То есть генерация активных форм кислорода И видим, что очень по структуре вот этих окрашенных компартментов клетки Это напоминает метахондриальное окрашивание И действительно это так То же самое можно наблюдать в животном Это уже, опять же, двухфотонная микроскопия с флуоресцентным зондом Такое же увеличение Ну и, собственно, то, о чем я сказал Что структура компартментов, окрашиваемых зондом на АФК Очень похожа на структуру метахондрий И при двойном окрашивании это полностью подтверждается Что структуры, окрашиваемые на метахондриальный потенциал Зондом ТМРЕ, который красный Полностью совпадает Вот здесь представлены профили этих структур Полностью совпадают с генерацией активных форм кислорода То есть в данном случае при ишемии Генерация активных форм кислорода практически полностью принадлежит метахондриям А значит метахондрии являются в этом плане ключевым звеном Их дисфункция В результате этой дисфункции развития окислительного стресса И мы должны попытаться это либо предотвратить Либо лечить, если оно уже все-таки развилось Вот здесь представлены две стратегии Ингибирования каких-то сигнальных путей Которые не дадут развиться окислительному стрессу Либо уничтожение уже развившегося окислительного стресса К первой стратегии относится Также здесь упоминавшееся ишемическое препондиционирование Гипоксическое обычно подразумевается, что вы весь организм помещаете в условия гипоксии Ишемическое подразумевает, что вы делаете по сути ту же самую ишемию Но только кратковременно Вы накладываете тот же самый зажим на почечную артерию Но делаете это несколько раз по чуть-чуть Чтобы не вызвать тяжелых последствий И если после этого вы прикладываете ишемию То дисфункция митохондрии органа не развивается Вот эта стратегия по приложению коротких неоднократных периодов ишемии И называется ишемическим препондиционированием Оно на самом деле существует и показана его полезная функция не только для почки Скорее наоборот, оно показано не на почке А на почке мы лишь доказали его применимость Что тем не менее, тоже было очень важно для всех исследователей Показать, насколько универсальным это явление является Ну и вот здесь представлен просто результат этого Классическим маркером почечной недостаточности Как в клинике, так и в эксперименте По-прежнему считаются продукты азотистого обмена В частности, мочевина Она многократно, ее количество в крови возрастает после ишемии На первые сутки это является ключевым параметром По которому определяют почечную недостаточность И в клинике у пациентов И мы в своих экспериментах И если вот к таким животным было применено ишемическое К почкам таких животных было применено ишемическое прекондиционирование То ишемия, конечно же Ишемическое прекондиционирование, конечно, не может полностью Снять негативные эффекты Но вы видите, что более чем двукратное падение мочевины Говорит о значимом восстановлении почечной функции Но здесь показано то, что Все понимают, что Прекондиционировать в клинике Достаточно сложно Как минимум нужно знать, что произойдет ишемия Но даже если знаешь, то Для этого, чтобы прекондиционировать Нужно сделать операцию Пережать сосуд Это очень трудоемко Естественно, нам всем исследователям и врачам Прежде всего хочется найти сигнальные пути И мы и другие исследователи их находим Которые лежат в основе этого механизма И на которые можно воздействовать какой-нибудь химией Разработать или найти на полке какие-то препараты Которые сделают то же самое, что ишемическое прекондиционирование И действительно так можно сделать Существует достаточно большое количество Таких соединений Которые в той или иной степени Симулируют ишемическое прекондиционирование И могут уменьшить почечную недостаточность Но, как я сказал, что Стратегия предварительного воздействия Она, конечно, наиболее эффективна Но, к сожалению, далеко не всегда реализуема Особенно в клинике Поэтому надо пытаться снижать тот окислительный стресс Который уже развился И поскольку мы видели, что это явление напрямую связано с митохондриями То антиоксиданты имеет смысл попытаться привнести как раз в митохондрию Чтобы снизить окислительный стресс именно там Большой класс таких соединений был разработан и активно исследуется Далеко не все из них оказываются эффективными Что является отдельной проблемой Ну и, как Андрей Юрьевич сегодня говорил Что, скажем, в мозге тоже далеко не все из них эффективны Или часто неэффективны вообще Поэтому, опять же, нужно понимать механизмы Но, тем не менее, в наших работах Эффективность определенная была показана По крайней мере на клеточных линиях и животных И здесь представлен рисунок, на котором как раз Вот тот митохондриальный антиоксидант Или химический меметик ишемического прекондиционирования Которые в значительной степени уменьшали Вот тот самый параметр, про который я говорил А именно фрагментацию митохондрии То есть длинные ниточки митохондрий Фрагментирующиеся в отдельные зерна при ишемии И восстановление их в более нитевидные структуры При применении антиоксиданта Или меметика прекондиционирования Ну, вот здесь в более наглядном виде Статистически обсчитано Показано именно количество этих фрагментов Площадь, точнее, митохондриального фрагмента То есть они стали маленькие И возвращение их к первоначальной форме При применении этих подходов Ну и в животном то же самое Естественно, ровно та же все время логика Нашли что-то на простых системах Давайте транслируем это на животное И будем надеяться, что сможем транслировать на человека Окислительный стресс по флуоресценции Зеленого флуоресцентного зонда в почке Полностью снимается с помощью применения Митохондриально адресованного антиоксиданта И функционально, ну как бы сняли Окислительный стресс Появилось Нам самое главное снять почечную недостаточность Если мы снимем окислительный стресс Но это не вызовет возвращение функции почки Нам это не очень интересно Но нет креатинин, который так же как мочевина Является ключевым таким параметром почечной недостаточности Повышается при ишемии И снижается при действии митохондриального антиоксиданта Ну и как я говорил У организма глубоко эшелонированная система защиты И мы должны это тоже изучать и понимать Чтобы попытаться опять же использовать это в свою пользу Так вот если, как я уже говорил, если митохондрия превратилась из электростанции В источник наоборот токсических метаболитов В частности активных форм кислорода Такую митохондрию лучше из клетки убрать И для этого в клетке почки, как и в большинстве других клеток Существует система аутофагии на уровне митохондрии Называемая митофагией То есть когда плохие митохондрии, которые здесь обозначены синеньким Интернализуются в специальную структуру аутофагосому И перевариваются Полностью уничтожаются В результате мы получаем опять возвращение к здоровому митохондриальному фенотипу То есть когда у нас все митохондрии здоровы А все больные каким-то образом были уничтожены И перестали отравлять почечную клетку Так вот, одним из самых эффективных, опять же, природой Изобретенных, будем так это говорить, хотя, наверное, все-таки это так неправильно называть Методов активации вот этой процесса самоочистки митохондриальной популяции Является ограничение питания Как на уровне клетки, так и на уровне организма Это ограничение Имеет множество положительных Положительных эффектов Прежде всего оно изучалось, конечно Для С момента его открытия Для попыток увеличения продолжительности жизни Вплоть до Приматов Такие попытки вроде бы увенчались успехом Но мы сейчас говорим не о В целом такой амбициозной цели Как увеличение продолжительности жизни А именно снижение О снижении Почечной дисфункции И здесь тоже ведутся активные работы Действительно тоже много в этом направлении получено И, ну, опять же, чтобы не останавливаться надолго Приведу данные из наших работ О том, что, ну, опять же, пресловутая мочевина Повышается после ишемии И вот если мы применим ограничение питания То есть крысы, которые некоторое время перед ишемией Получали лишь 65% от рациона И здесь это обозначено либо как 35% ограничение То есть минус 35% от питания Либо как 25% Соответственно, у всех этих животных Снижение мочевины и креатинина Видите, насколько выражено То есть почка после ишемии Остается в значительной степени защищенной Мы активировали ишемию Активировали аутофагию Поэтому те митохондрии Которые повреждались в процессе ишемии Как мы видели Они более эффективно утилизировались клеткой И при этом клетка меньше страдала Меньше клеток почечных погибала Почка оказалась более защищенной И толерантной к ишемии Ну, вот тут важный момент Который всегда задают и спрашивают Ну, давайте тогда полностью питание уберем Наверное, будет совсем хорошо Ну, вот на самом деле нет Совсем хорошо не будет Нужно именно умеренно ограничивать Потому что аутофагия Как и любое лекарство превращается в яд При превышении дозировки аутофагия Делает то же самое Ну, здесь просто показано Что там было фенотипическое Макроэффект на почечную недостаточно Здесь показана большая совокупность изученных путей Поскольку я уже говорил, что мы не можем просто показать фенотип Нам нужно разобраться, почему так произошло Показано, что митохондрии действительно стали лучше Стал у них выше потенциал после ограничения Калорийности питания Ну, и показаны различные пути Там, в частности, антиапопатические белки Белки, отвечающие за биогенез митохондрии И так далее Здесь в данном контексте данной лекции Это не суперважно Я лишь просто говорю о том, что Важно смотреть эти пути Чтобы понимать, как Наш подход подействовал И чтобы в дальнейшем иметь возможность На него воздействовать Какими-то своими, ну, прежде всего Лекарственными препаратами Вот, здесь, собственно, приведена основная схема Того, что известно на данный момент Об исследованиях острого почечного повреждения И роли в них митохондрий О том, что является ключевыми Как маркерами, так и причинами Дисфункции почки при остром почечном повреждении Вот здесь все, о чем я вам говорил Метахондриальная фрагментация Продукция активных форм кислорода Недостаточная или подавленная метафагия То есть аутофагия Нарушение, собственно, метахондриального метаболизма Которая отвечает за выработку энергии Нарушение метахондриального биогенеза И так далее На все на них мы и другие исследователи Могут и пытаемся воздействовать Вот поскольку этих этапов множество Мы можем на все на них воздействовать Пытаться обратить те явления Которые мы трактуем как негативные Чтобы защитить почку, не дать ей повредиться В острую фазу Ну и, соответственно, затормозить Переход в хроническую почечную недостаточность Которая, собственно, и является Наиболее важной Патологической Компонентой В клинике Здесь еще раз Я перечисляю то, о чем я говорил О том, что метахондрии являются ключевым звеном Преврождаются при ишемии Начинают вырабатывать активные формы кислорода И вызывать клеточную гибель И остановка самыми разными каскадами Но в той или иной степени Самыми разными воздействиями Но сходящимися на метахондрии Уменьшает почечное повреждение И развитие почечной недостаточности Вот, соответственно, вот такие подходы Ну, я хотел бы еще в рамках этой лекции Остановиться на еще одном интересном подходе Он такой более спекулятивный И направленный на более отдаленное будущее Но возможно, что он будет более интересен и вам И исследователям он уже более интересен во многих случаях А именно, ну, как органы Вот только что мы прослушали Как можно создать биомеханический протез Ну, до биомеханического протеза Даже почки нам, наверное, далеко А уж метахондрии тем более Но зато этот путь, который мы прошли для органов Можно начать точно так же и для метахондрии Когда-то мы научились трансплантировать Различные органы Теперь стоит вопрос о том Можем ли мы начать трансплантировать метахондрии Но если в них вся проблема Если они повреждаются Если в поврежденном органе Именно они являются источником всех, так сказать, вредных явлений Давайте просто заменим эти плохие Вышедшие из строя метахондрии на хорошие И здесь становится очень важным такое явление Опять же, мы все время пытаемся что-то украсть у природы И метахондрия, она является Поскольку, как я уже говорил Как всем вам известно Прежде всего, электрогенерирующей Ну, в общем, электростанцией Для клетки То так же, как энергию можно передавать Либо по проводам, либо просто перетащить туда, куда надо Саму электростанцию Так и метахондрия Она вот такая длинная И может передавать электричество Соответственно, и генерацию АТФ На большие расстояния в клетке Так же и метахондрия Как и электростанция Может быть, наоборот, перевезена вся целиком В то место, где нужно Чтобы она продуцировала АТФ И, собственно, именно на этом процессе И основана теория и исследование Возможного метахондриального транспорта Из которого растет теория возможности Метахондриальной трансплантации Потому что были действительно обнаружены В природе Сначала, опять же, в клеточных культурах Потом и в организме Специальные структуры Даже много структур Которые обеспечивают транспорт метахондрии Не просто внутри клетки, например, по длинному аксону Когда нужно из одной части нейрона Переместить метахондрию Куда-то по длинному многосантиметровому аксону Туда, где у него наиболее потребляющий АТФ Находятся зоны Но и между клетками Здесь приведены такие структуры Называющиеся, например, туннельными нанотрубочками Есть точно такое же явление Показанное для микровизикул Про которые нам вчера рассказывал Денис Николаевич И множество таких систем Которые обеспечивают транспорт метахондрии Из одной клетки в другую клетку Зачем это нужно клеткам? Это отдельный большой вопрос Факт, что такое явление существует И мы также показали, что оно действительно существует Если окрасить, опять же, раньше мы красили метахондрии Просто чтобы увидеть их метахондриальный потенциал Здесь мы красим метахондрии для того, чтобы окрасить их в разные цвета Чтобы понимать, что в одной клетке метахондрии зеленые, например В другой клетке метахондрии красные И если мы их длительно прокультивируем вместе То мы увидим, что в некоторых клетках Которые исходно содержали только красные метахондрии Появляются метахондрии зеленые То есть они каким-то образом получили митохондрию из соседних клеток. Сейчас это явление достаточно хорошо изучено и показано, что да, действительно, как минимум в культуре, а скорее всего и в организме, между определенными типами клеток, если не между всеми, такая передача осуществляется. Ну и, соответственно, вот из этого, собственно, выросла теория о том, что если, в принципе, природа уже такой механизм изобрела, то давайте его позаимствуем и сделаем сами все то же самое. И вот, в частности, группа доктора Маккули, она последние, наверное, уже несколько лет, если не десятилетия, лет 5, наверное, все-таки десятилетия нет еще, она активно изучает именно то, как можно трансплантировать митохондрии. То есть пытается их выделить, изолировать и ввести, ну, они пока что это делают на сердце, но, тем не менее, уже получили достаточно обнадеживающие результаты, что когда они вносят просто фактически инъекции митохондрии из здорового органа в орган больной, в сердце, пораженный инфарктом, то они видят восстановление функций, восстановление выживания клеток миокарда и в конечном итоге улучшение сердечных функций после инфаркта. Для почки, к сожалению, подобных работ пока нет, но поскольку уже методики прямой трансплантации митохондрии изучены и показаны, то осталось лишь применить их на почки. Это далеко все-таки не так просто, как показано здесь, как это всегда выглядит после того, как статья в Nature вышла, но, тем не менее, мы можем как минимум попытаться и это реализовать, чтобы вылечить почку с помощью митохондрии. На этом все. Спасибо. А как долго держится толерантность, если, ну, ограничить питание, может, человек, например, не ел, мало ел, сколько он может потом много есть, чтобы толерантность сохранялась? Насчет человека не знаю. Для животных, для крыс пока я не видел прицельно работ, на которых бы вот исследовали, как долго длится вот такая приобретенная толерантность, ну, вот чтобы прям прицельно вот ждали и смотрели, когда она исчезнет. Но, по-моему, до нескольких дней. К сожалению, естественно, что все эти процессы, ну, иначе бы, если бы они не были энергозатратными, они бы просто, в принципе, были реализованы навсегда. И все. К сожалению, естественно, что и активация аутофагии, и поддержание очень большого количества хорошо функционирующих митохондрии, это в конечном итоге очень энергозатратно для клетки. И, естественно, она не любит находиться в таком постоянно боеготовом состоянии. Поэтому большинство этих явлений, что касается и шимического прекондиционирования, и толерантности, вызванной ограничением питания, затихает в течение, ну, если не часов, то дней. Ну, вот к этому вопросу следующий. Вот, собственно, лет, ну, когда у нас перестройка началась в Советском Союзе, вот, к нам пришли новые технологии. Ну, в том числе и технологии голодания. То есть, отказать человек день, два, там, или ты не ел. Вот. И, в принципе, это, как говорится, съедался такой же эффект. То есть, ограничение питания абсолютно на сутки, там, на 12 часов ничего не давать есть. Такой же может быть остаться? Нет, я поэтому специально привел этот график, потому что это исследовалось. И вот именно то, что вы сказали, ну, ограничение питания, оно в большинстве случаев, я как бы на этом не заострял внимание, оно должно длиться, на самом деле, довольно долго. То есть, эти исследования как раз есть и для людей, и для животных тоже. То есть, это как минимум недели, а то и месяцы для реализации. Причем, опять же, хочу отметить, как и упоминала профессор Гуляева, когорта людей с почечной недостаточностью, так же, как инсультом, она сдвинута в более пожилой возраст. Так вот, при пожилом возрасте, чтобы все-таки активировать эти положительные пути, нужно все больше времени по сравнению с молодым организмом. Ну, так вот, это нужно достаточно длительное время, поэтому голодать столько просто невозможно, даже после перестройки, наверное, так не бывало. Но, тем не менее, когда голодание, по крайней мере, у животных моделируется в течение нескольких дней, такого эффекта положительного, ну, мы, по крайней мере, не достигли. То есть, все-таки нужно некое поддержание баланса, то есть, нельзя совсем отнять еду, нужно ее уменьшить. Ну, и последний, даже не вопрос, а это вот ваш прогноз относительно последней части. Известно, что материнская метафондрия передается по наследству. Что будет, если вот отцовка метафондрия? Ну, в принципе, ну, вообще, как бы это уже, в принципе, реализовано. Ребенок от трех родителей получен, собственно, это именно те технологии, я о них, опять же, не упоминал, но в той или иной мере она немножечко по-другому реализована, но, тем не менее, трансплантация метафондрии на уровне яйцеклетки и зародыша, она реализована. Что получилось? Получился здоровый ребенок, в принципе. Спасибо большое за такую лекцию. Одно время с открытием оптогенетики, ну, таким активным внедрением, муссировался такой вопрос о замещении метафондриальных функций, ну, на внутренней мембране, да, оптогенетическими вот этими какими-то, ну, светочувствительными белками, или, может быть, даже целыми комплексами, которые можно взять, там, из хлоропластов. Например, вы, вот, не знаете, сейчас я просто не слежу, есть ли какие-то подвижки вот именно в таком, скажем, ну, условно протезировании, да, функции внутренней мембраны метафондрии? Ну, подвижек особых я не видел. Есть, ну, вот прямо то, что вы говорите, есть отдельные работы, как раз когда с помощью белков, подобных белкам фотосинтетической цепи, ровно примерно это пытались сделать, восстановить биоэнергетику, опять же, как раз это было сделано для сердца, то есть, ну, там были, грубо говоря, дыхательные, фотосинтетические цепи цианобактерий. Но я думаю, что тут проблема в другом, потому что я уже и в лекции это упоминал, и здесь Дмитрий Борисович Зоров нам рассказывал, функция метафондрии далеко не ограничивается только электрогенерацией, и поэтому я боюсь, что заменить только эту функцию будет бессмысленно, потому что это одна из, там, десятков функций метафондрии, а если мы не заменим остальные, то, к сожалению, это будет слишком мало. Спасибо большое, было очень интересно. Подскажите, пожалуйста, про трансплантацию метафондрии. Когда вот мы их пересаживаем, это же, ну, это работает, когда одна клетка, а тут целый пласт клеток. Как вот, когда такое большое количество клеток, как это будет работать? Ну, собственно, в этом именно и есть вопросы и проблемы трансляции, вот этих всех наработок экспериментальных в клинику. Что я могу сказать? Ну, собственно, сейчас вот те, кто их трансплантирует, они действуют, ну, примерно так же, как, собственно, когда начиналась трансплантация и терапевтическое исследование стволовых клеток. Что делали? Обнаружили в эксперименте, что они каким-то образом замещают утраченные функции. Ну, сейчас уже выяснилось, что это происходит по другому механизму, но в данном случае неважно, их закалывали в организм и видели положительный эффект. Ну, вот те, кто занимался этим позже, они это аналогию такую проводили, что у вас сломалась машина что-то в двигателе барахлит, вы открыли капот и засыпали туда кучу деталей и закрыли. Потом оно там как-то трясется, 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 и раз, и собралось в нормальное. Вот мы сейчас уже в отношении стволовых клеток больше понимают, как это происходит и делают все-таки более целенаправленно, и детали засыпают правильно, и засыпают их в нужные места, и все-таки стараются прикручивать туда, куда надо. В отношении митохондрии мы пока находимся именно на стадии вот этого засыпания под капот и конечного выхода. То есть вот профессор Маккули пока действует именно так. Я могу сказать лишь о том, что есть отдельные механизмы вот у тех же самых стволовых клеток, которые показывают, как они могут взаимодействовать, и как мы бы могли это смоделировать и сделать примерно то же самое. То есть стволовая клетка может вот эти туннельные нанотрубочки, все-таки шприцы вот такие засунуть в несколько клеток. Мы можем, ну, инъецировать, конечно, можем, но отдельно в каждый кардиомиоцит не сможем. Но мы можем сделать какие-то микровизикулы, в которые заключим митохондрии, которые будут иметь некую таргетную доставку, и туда митохондрии впрыскивать в таргетные, в целевые какие-то клетки. И, ну, дальше нам помогает, опять же, вот в том, чтобы это в двигателе все само собралось, то, что митохондрия все-таки умеет размножаться. Поэтому, если вы хотя бы одну митохондрию здоровую сумеете внедрить, ну, опять же, это очень утрировано, очень примитивное представление, может быть, не одно, а 10 какой-то процент от количества, но тем не менее, то дальше она самореплицируется, и потихонечку, если ее все остальные митохондрии больны, то то, что у клеток называется клональная экспансия, они потихонечку их заменят. Но, к сожалению, пока на данном этапе это засыпание под капот, и как-то оно там само собирается. Мы не знаем пока как. А можно мне маленький комментарий, свои пять копеек? Просто нужно еще помнить, что вообще вот в этих данных у нас есть некоторые сомнения в чистоте этих экспериментов, хотя эффект вроде бы, вот такой мегаэффект получен, но мы не понимаем, вы все-таки, вот, все, наверное, знают, что при обладотворении яйцеклетки сперматозоидом чужаки, мужские, они гибнут. Вот просто, вот есть механизм направленного уничтожения чужой митохондрии. В конце концов, в яйцеклетке, да. Вот направленное уничтожение митохондрии, митохондрии нет в эритроците, они есть в ретиколоцитах, вот, они направлено уничтожаются. Почему здесь не происходит, вот, в опытах, когда в инфарктную зону Маккули ввел митохондрии, были ли это митохондрии компетентные в энергетическом плане митохондрии, или были какие-то элементы, мы сегодня рассматриваем, потому что на самом деле, ведь митохондрии, кроме всего прочего, Игорь Юрьевич не сказал, это большая тема по поводу возможности активации на небольшом уровне инатного врожденного иммунитета, обломки митохондрии, на самом деле, и это показано и в наших совместных работах, обломки митохондрии могут через стол подобные рецепторы активировать врожденный иммунитет, а вот эта маленькая активация врожденного иммунитета, ну, стресс на очень низком уровне, он является терапевтически обоснованным, поэтому мы еще пока не знаем, вот действительно Игорь Юрьевич сказал, вот то, что под капот, и что там под капотом случилось, попало ли митохондрии, понимаете, вот то, что мы видели, вот в ткани перенос митохондрии из одних из стволовых, из стволовых, из тромальных клеток, как мы поняли, из, скажем, стволовых клеток, в дифференцированной клетке, там переносятся штуки митохондрии, и вот оказывается, что перенос штук митохондрии, как по определению, всего лишь штуки, а там их сотни, а может быть даже тысячи, они оказывают терапевтический эффект какой-то. Эта клетка новая, или старая, плохая, она преображается за счет перенесения единиц митохондрии. Нам это непонятно, у нас есть точки, есть определенные точки зрения, почему это происходит, и почему вот в этом эффекте, мегаэффекте трансплантации митохондрии еще много скрытых камней, мы, в общем, в этом направлении сейчас активно работаем, но мы перешли к тому, что мы сейчас говорим о уже о субклеточной технологии, были тканевые технологии, были пересадки органов, пересадки тканей, пересадки клеток, а сейчас мы говорим о пересадке органелл, и это, в общем, новое слово в биоинженерии. Это мои пять копейки. Пару вопросов из онлайн. В продолжение темы пересадки митохондрии интересуются, пересаживаются ли в этих работах свои митохондрии, то есть из того же организма? Нет, в основном пересаживаются чужие. Чисто экспериментально это просто легче, потому что обычно для того, чтобы получить значимое количество митохондрии в эксперименте, нужно значимое количество тканей изъять из организма. Организм обычно это не переносит экспериментально. Спасибо. И еще один есть вопрос. Известен ли механизм, который при ограничении питания приводит к эффекту обновления митохондрии? И как именно это происходит? Да, механизм известен. Я просто не стал на этом глубоко останавливаться. Механизм заключается в том, что при ограничении питания клетка пытается начать получать энергию из чего-то, что есть у нее, поскольку нет внешнего питания. Грубо говоря, у нее стоит печка, дрова закончились, она начинает жечь мебель. Ну, как бы, естественно, сначала она начинает жечь наиболее ненужную мебель, и потом потихонечку-потихонечку переходит к все более важным для себя частям. Почему, собственно, и нельзя увлекаться этим процессом? Если вы ограничите клетку навсегда и серьезно, она сожжет в себе все и в итоге погибнет. Но до тех пор, пока она начинает уничтожать только то, что ей кажется на данный момент не очень нужным, происходит вот это самое очищение. На самом деле оно происходит не только на уровне митохондрии, на уровне митохондрии это митофагия, происходит это через аутофагию. Ну, как бы, точные механизмы известны, я сейчас не вижу смысла на них останавливаться, но смысл запуска вот именно такой, что она просто начинает разбирать на запчасти, как на энергетические субстраты, так и на строительные субстраты, поскольку ей нужно еще и белки новые строить. Она начинает части своих компартментов, в частности митохондрии разбирать, ну, вот в частности в аутофагосомах, которые сливаются с лизосомами и дальше полностью переваривают там внутри себя, как в желудке.